приветствую в очередном видосе сегодня занялся пластиком есть кто смотрел предыдущей серии то я как бы упоминал при обзоре инчапа что у него пластик на морде на фаре вот этот вокруг фары там не оригинальный китайский он там плохо сходится уже треснул в общем прикупил вот такую бушную фару она казалось украшено такой красный цвет вонючий ужасно покрашенный вот казалось что он растворителем снимается вот сижу оттираю сейчас сотру оригинальный цвет у него оказался серебристый нам нужен белый так что сейчас дотираю всю эту краску замотирую его и покрашу в белый во всяком случае план такой вот оттер от старой краски все можно вытер подготавливать под новую прикупил там грунт специальный праймер так называемый что по пластику табличка тут имеется даже если верить этой табличке этого пластика изготовлен девятом году шестом месяце или второй месяц девятого года до второй месяц вот но по ощущениям что-то какой-то кривоватый такое ощущение что это тоже китайская копия а не регионал вот я честно говоря пока оригинал в руках не поддержишь как бы трудно определить оригинал от или или копию то кто держал кто держал в руках оригинальный пластик можете сказать это чё копия или или оригинальная на оригинально как-то такси литье пластиком так вроде крепкая надо будет попробовать примере как она станет на морду мысли на фару если бы хорошо садится значит значит она если если криво значит значит копия может тогда нету смысла вставить вообще вот попробовал накинуть пластик на мопед вроде хорошо сел все вроде все сходится по отверстиям по зазорам тут вроде все ровненько по ощущениям лучше чем у тот который стоял тут белый пластик кто точно китайский короче вот этот получше садится может конечно тоже китайский но сидит лучше в общем сейчас буду его мотовать и красить так замотовал всю фару пластик фары обработал уже обезжиркой такое состояние сейчас на разадуем грунтом ее чуть-чуть подсохнет еще я думаю можно грунтовать собственно такой грунт купил и краску купил мобихель и такой же грунт взял типа для пластика такой вот праймер какими-то эффективными частицами в общем сейчас задуваем фару им главное взболтать как следует так дунул праймером прозрачной поверхность сразу стала такая глянцевая все что я замотовал стало не видно такая картина все ждем когда засохнет бобим цвет как обычно гребаные вертолеты тут летают отдалили авто магистраль надо мной прям так ну чё надеюсь подсох 10 минут прошло после нанесения грунта вот взболтовую красочку краска тоже мобихель вот написано что это металлик свет белое облако хз короче убирал убирал взял такой дутрусим и пробуем наносить первый слой так это я нанес первый слой слишком жирно не стал его наносить какой-то такой он получился рябой пока что но я думаю два три слоя все закроет а пока промежуточная сушка 10 минут так это второй слой пошел все равно такая шагрень получается на ней понятно почему она не глянцевая но и металлика что-то я не вижу если я раму красил там был металлик так металлик тут что-то фигня какая-то где металлик ладно сохнет второй слой потом третий будет так это я бахнул третий слой но перед третьим слоем я смотрел в принципе было очень даже неплохо единственно металлика конечно я не наблюдаю нефиатом не отблескивает странно забыли насыпать блесток вот такая получилась поверхность все ждем когда засохнет и можно ставить но это уже завтра будет пускай хорошенько высохнет то всегда когда спешишь с установкой не досушив начинаются всякие приколы там то там краска обдерешь то тут потому что она еще ну такая до конца не затвердела и очень легко там сколупывается и так далее в общем вот такая получилась фара на мой взгляд неплохо я особо не заморачиваюсь по поводу малярки беленькой да беленькой мне она конечно приятна когда вот смотришь на оригинальную краску родную там вообще конечно шикарно она глубину имеет и все такое прочее что-то сам мне кажется так хрен покрасишь так ну что третий слой засох такая поверхность получилась не знаю видео передают не передают короче какая-то вот такая вот и сейчас короче последний вишенка на торт это бесцветный лак короче покрывая лаком первый раз так серьезно крашу деталь со всеми делами грунт краска лак посмотрим что получится все бахнул три слоя лака такая получилась шагрень походу так и останется все пускай сохнет теперь теперь точно до завтра сутки и сохнуть завтра посмотрим что получится покрутим в руках результат наших трудов так и снова вертолеты у нас вот такой вертолет получился все высохло еще прикольно вроде даже блестит чуть-чуть интересно это металлик блестит или просто из-за того что он такими шагреньками и это солнце такой эффект дает непонятно короче ну короче вот такая смазка получилась можно ставить так ну что краска высохла пора ставить поворотники в нашу фару и собственно саму фару и внедрять ее непосредственно на мопед погнали старую фару я уже разобрал все все детали из нее вытащил собираем новую вот такая красота получилась стало все вообще идеально все четенько ну в общем да похоже все таки родной пластик ну или если копия то очень качественная потому что но детали становятся сюда вообще без проблем если в ту пластмаску я вкорячивал и блин постоянно матюкался потому что блин там ничего не сходилось все приходилось там чуть ли не блин с коленов вставлять то сюда вообще все отлично стало все внедряем на мопед будет у нас теперь оригинальная фара полностью красота так ну все поставил стало вообще как родная да по сравнению с той которая тут стояла вообще небо не земля становится вообще четко все не надо блин ломать руки чтобы блин ее то скорячить все четенько причпокнулось так что да я теперь доволен все прикручу зеркала с фарой покончено так ну вот все законченный вид зеркала фара все дела ну что с расстояния метра а то и даже полметра выглядит все прекрасно вот если приглядываться прям прям в упор то вот видна вот такая шагрень которую я тут сделал по неопытности малярия неопыты конечно так что как получилось так получилось видимо надо толщину слоя уметь правильно накладывать чтобы краска гладенько ложилась ну все вот такая серия с фарой у нас получилось все кто смотрел всем спасибо пишите свои комментарии впечатления спасибо за внимание всем по до новых встреч